Всем привет, ребята! С вами, как всегда, я, Ксюша, и сегодня я опять решила сделать букет, который будет всё так же подходить под самый близкий праздник, это День Учителя. И сегодня этот букет, который я сейчас сделаю, мой брат понесёт в свою школу, в гимназию, чтобы подарить своей учительнице. Эта учительница вела у меня мои уроки с 1 по 4 класс, и она очень хорошая, поэтому я решила сделать ей прям самый хороший букет из именно тех ингредиентов, которые мне очень и очень нравятся, и что всё-таки будет ходить в букет. И самое первое, что я взяла, это вот такие вот зефиры. Не знаю, слышно вам было это жужжание, которое сейчас звучит. Это на пятом этаже, у соседей идёт ремонт, мы живём на втором, но там всё слышно, как будто это за стенкой, и поэтому я не знаю, как я буду озвучивать видео, возможно, я сейчас буду накладывать голос. И первое, что я купила, это вот такие зефирки, они не как в тот раз белорозовые, а кремовые. Следующее, что я купила, это суфле фирмы Бон Пари. Ещё у меня есть вот такие вот три конфетки-зефирки от фирмы Хариба. Также в букет я решила внести разнообразие и купила пастилу внутри с мармеладом. Ну и самое главное, я купила французские пироженки-макаруны. Я начинаю делать букет с крупных зефирок, и они очень вкусно пахнут. Распечатываем упаковку, и вот как выглядит одна зефирка, она с двух сторон одного и того же цвета. Я её буду нацеживать на три шпажки. Аккуратно нацеживаем зефирку на шпажку, немного под углом, так, чтобы она сидела плотно, но при этом шпажки из верхней части не торчали. Книзу шпажки должны соединяться вместе, чтобы эту зефирку было удобнее держать. Теперь мы берём конфеты от фирмы Хариба, и их нужно разрезать на три равные части. И для начала я их аккуратно распечатываю, и все три штучки складываю вместе. Так как зефирки тянутся, разрезать их нужно острым ножом, чтобы они не рвались, а именно резались. Вот такие маленькие зефирки получились, и теперь каждую такую часть нацеживаем на шпажку. Готовые зефирки я выкладываю на тарелочку. Следующие я взяла пастилу с мармеладом. У меня в упаковке восемь равных палочек, и четыре из них я разрезаю на три равные части, чтобы у меня затем получились кубики. Такие маленькие кубики внутри с мармеладом смотрятся очень прикольно. И также каждый кубик нацеживаем на одну шпажку и откладываем это в сторону. Следующее, что я беру, это вот такие суфле от Бон Пари, и они пахнут какой-то растишкой, видимо тоже от фирмы Бон Пари. Эти маленькие зефирки мы также нацеживаем на одну шпажку. Уже вот столько сладостей у меня получилось, но я еще не распечатала свои любимые пироженки-макаруны. Эти пироженки очень хрупкие, и их нужно очень аккуратно нацеживать на шпажку, потому что если вы немного переборщите силой, то эта пироженка вся треснет и развалится. И пока я эти макароны нацеживала, я таким образом съела несколько штук. Ну а теперь начинаем составлять наш букет, как я это делала в своих прошлых видео. И для начала я взяла мою самую большую зефирку, добавила к ней зефирку суфле, а также несколько других сладостей, после чего все это дело я внизу перематываю бумажным скотчем, чтобы оно все плотно держалось. И заметьте, что пироженку-макарун я делаю немного выше, чем все остальные зефирки, потому что она очень хрупкая и может развалиться. После того, как мы все это закрепили бумажным скотчем, я добавляю еще несколько зефирок и точно так же закрепляю их внизу скотчем. После того, как я соединила между собой несколько сладостей, я беру лист бумаги и начинаю его рвать на маленькие части, которые после этого скомкиваю. И вот эти вот мятые бумажки засовываю в расстояние между шпажками, чтобы в дальнейшем наши шпажки не сломались. От этого букет станет более крепким и наверняка не рассыпется. А затем я все так же добавляю и добавляю сладости, пока не добьюсь желаемого результата. В результате букет должен получиться круглым и я не вижу смысла показывать вам, как я добавляю все эти сладости в букет и перематываю их скотчем. Поэтому покажу вам сразу то, что получилось. Ну и вот такой букетик у меня получился. Пока я его собирала, там жужжать уже перестали. Смотрите, сколько бумаги я туда вовнутрь натолкала, чтобы шпажки не сломались. И он легче всех букетов моих. Это вот самый легкий, а с фруктами был самый тяжелый. А еще от этого букета очень вкусно пахнет, потому что тут ароматные зефирки различные, макарунчики. В общем, это все очень-очень вкусно и вкусно пахнет. Но по цвету здесь получилось немного такое разнообразие. Теперь нужно подобрать упаковку, чтобы она подошла ко всему букету. Если у вас есть какая-то специальная красивая бумага, которая подойдет под такой букет, то берите и оборачивайте. А я буду использовать сетку только вот такого ярко-желтого цвета. Она как раз под макарунчики. И вот такую вот светло-розовую бумагу она в принципе подойдет ко всему... ко всем конфеткам. И букет у меня стоит в банке, чтобы ничего не съехало, ничего не попортилось. А сетку я буду делать не в два слоя, как делала это на моем самом первом букете, а в один слой, потому что она очень плотная и она желтая. А желтый цвет, он яркий. Я отрезала от сетки небольшую часть. И сейчас раскладываю ее на своем столе. Также в серединку я положила свой букетик. И сейчас будем соединять нашу сетку вот здесь наверху с помощью... А вот здесь мы сетку просто соединяем, и мне получается вот такой вот букетик. Внесу я закрепила мою сетку скотчем, а края вот здесь вот я немного подрежу, чтобы они были более ровными. Теперь я отрезала вот такой длинный кусочек от моей гофрированной бумаги и точно так же заворачиваю букет уже в бумагу. Ну и вот так я обернула свой букет. Внизу я завязала белую ленточку на бантик. И сейчас поставлю букет в баночку, чтобы вам было удобнее смотреть. Теперь внизу, прямо около ленточки, делаем обертку пошире, ее растягиваем. И вот эти края тоже растягиваем. Края... Я растягиваю верхушку посильнее, и получается что-то из-за колокольчика. Ну и вот так я обернула свой букет. Тут и видно, в принципе, желтую сеточку, но тем не менее она не бросается в глаза. А сейчас сверху этот букет нужно как раз пищевой пленкой, чтобы конфетки, во-первых, не засохли, и во-вторых, мы все-таки понесем по улице, где грязно. Ну и вот такое видео у меня получилось. Если оно тебе понравилось, то поставь пальчик вверх и подпишись на мой канал. А с вами была Ксюша. Всем пока!